В интересах страны строительство Москового порта Индига совместно с округом может заняться Министерство транспорта. Плотный рабочий график в Наринмаре стартовал семинар для глав муниципальных образований. Миллионы на поддержку в федеральный бюджет казня региона выделил средства на развитие НКО. Итоги конкурса подведут уже на следующей неделе. С главными новостями дня в студии Ирина Цепитова. Минтран совместно с администрацией Нинецкого округа займется проработкой вопроса о строительстве перегрузочных комплексов в планируемом морском порту Индига. Такое поручение дали члены Государственной комиссии по развитию Арктики, заседание которой состоялось в рамках форума «Арктика. Настоящее и будущее». Он прошел в Санкт-Петербурге. Наш регион представил губернатор округа Игорь Кошин. В повестку дня включили три вопроса. О мерах по реализации государственной политики в Арктике, о направлениях развития портовой инфраструктуры и о планах работы двух ведомств на грядущий год. Перед членами Госкомиссии выступили руководители и заместители руководителей министерств, участвующих в процессе развития Арктической зоны России. Минэкономразвитие, Минэнерго, Минприроды и Минтранса. Также проекты по развитию портовой инфраструктуры на своих территориях представили губернаторы Дмитрий Кобылкин и Игорь Кошин. Уверен, что проект строительства глубоководного незамерзающего порта в бухте Индига – это точка роста Севморпути. У Индиги очень выгодное географическое положение. Ряд составляющих инфраструктуры уже внесен в программу социально-экономического развития Арктической зоны России до 2020 года. Но для дальнейшего проектирования нам необходима федеральная поддержка, отметил Игорь Кошин. Масштабное строительство дорог и возобновление авиасообщения с Республикой Коми. Департамент строительства ЖКХ, энергетики и транспорта Нинитского округа подвел итоги работы за 2015 год. Среди проблем – стройки на селе и вопросы благоустройства. Но, отметили на совещании, решение этих спорных моментов есть. Валентина Чибичек с подробностями. Детский сад в Усть-Каре, Фоки, Внеси и Нижние Пёши, Амбулатория в Красном, многоквартирный дом в Тельвиске. На отчётном совещании Департамента строительства сельским стройкам было уделено особое внимание. Ведь строить на селе по-прежнему непросто. Так, глава Коткинского сельсовета говорил о том, что в село не идут строители-частники. Я пять предпринимателей предлагал строительство, чтобы они зашли на территорию. Но так и не зашли. Площадки простаивают, естественно, переселять людей некуда. Алексей Михеев считает, государственно-частное партнёрство в строительстве возможно только при наличии чёткой программы развития поселения. Частник придёт туда только тогда, когда будет понятно, что на территории муниципалитета в ближайшие годы есть в планах приобрести столько-то квартир. Да. Вот тогда, да, тогда можно аукцион, тогда они ещё и поборются за этот кусок земли. Но он будет понимать, что у него, да, там через три года он может продать эти квартиры. Главу Шойнского сельсовета интересовал вопрос разработки проектно-сметной документации. Как правило, составители проекта не учитывают особенности поселения. А ведь от этого сдача объекта может затянуться. Так, в Шойне подрядчик долгое время не мог сдать стройку из-за озеленения. Всем известно, Шойна – край песков, где растительности практически нет. Однако проект здания предполагал газоны. Также Владимир Коткин озвучил проблему сноса ветхого жилья. Мы получаем картину. То есть, те участки, где имеется инфраструктура или что, они остаются брошенными. И те жильё, которое расселено, что с ним делать, не имея финансовых возможностей, муниципалитет не может их снести своими силами. Сотрудники департамента призвали глав активнее участвовать в разработке плана развития поселений. Тогда будет возможность учесть все тонкости строительства и географические особенности посёлка. От участи главы зависит и состояние объектов культурного наследия. Так, глава Пёшского сельсовета выступила с вопросом о реставрации старинного здания в селе. Я думаю, что правильнее будет вам всё-таки обратиться в соответственный департамент. Но от себя добавлю. Собирайте вот эту информацию в электронную. То есть, делайте кроки, делайте фотографии этих объектов. Постарайтесь по максимуму их сохранить. Вопросов поступило немало. Каждый будет передан полномочным органам для дальнейшей проработки. Реализация жилищных прав граждан, поддержка малого предпринимательства и благоустройства сельских поселений. Более 40 вопросов рассмотрели главы муниципальных образований в рамках семинара. Он стартовал сегодня в Наринмаре. Для муниципалов подготовлена обширная программа учебно-консультационных мероприятий, участие в которых принимают представители власти, прокуратуры и других ведомств. План работы сформирован по заявкам руководителей муниципалитетов. Вопросов у глав муниципальных образований к представителям власти накопилось много. На встрече с представителями прокуратуры, руководители сельских поселений говорят о наболевшей проблеме – бесхозных домах на территории поселений. Десятки брошенных домов – это реальная угроза для сельских жителей. Практически во всех деревнях наших, особенно в малых, куча домов брошенных, они не являются бесхозяйными. Потому что у них есть там собственники, где-то наследники собственников. И на вопрос главы, ну что, он говорит, нет, я планирую там летом сюда приехать на неделю, если он еще более-менее живой. А кто-то, не вкладывая туда, ну в старый дом, он там через три года начнет падать, реально создает угрозу, в том числе и пожарной безопасности, да, потому что это все старые дома, они, как правило, высохшие. Вокруг них куча травы сухостоя, особенно по весне вот это видно. Поэтому очень серьезный вопрос в этой части, каким образом можно воздействовать на собственников этого жилья. Прокуратура округа пообещала дать ответ на этот вопрос и посодействовать в решении проблемы. Еще один актуальный вопрос касался исполнения судебных решений в отношении муниципалитетов. Вопрос, который рассмотрели в этот раз, он достаточно актуален в том отношении, что у нас есть несколько исков к муниципальным образованиям по вопросу так называемой чистой воды, который, есть и судебные решения у муниципальных образований о том, что они обязаны их исполнить. Нужно очень хорошо понимать, что это достаточно затратная вещь и она требует определенного времени. В прокуратуре округа устанавливаются конкретные сроки устранения проблемы. Но, по словам глав, этого времени по объективным обстоятельствам недостаточно. Практика показывает, что разом это не решить, да и в течение года не решить. В той же воде, например, есть технологический цикл, начиная от включения в программы или в какие-то другие наши акты правовые, которые позволят финансировать эту деятельность. Потом 44-й, потом сам технологический цикл по поиску этой воды, потом надо защищать запасы, потом ставить на учет. Ну, много, много всяких мероприятий. Поэтому иногда вот те сроки, которые устанавливаются, не всегда, к сожалению, реальны для исполнения. Представители прокуратуры обсудили пути решения проблемы. Говорили о том, какие меры и действия нужно принять, чтобы исполнить закон в положенные сроки. Развитие предпринимательства на селе тоже бурно обсуждали на встрече с представителями комитета инвестиций. По словам председателя комитета, в округе на сегодняшний день созданы благоприятные условия для бизнеса. Главное, чтобы и главы активизировались. То есть на сегодняшний день нам нужна реальная поддержка и работа глав на местах. Вот по этому году, я постоянно ставлю пример, у нас Конецкий сельсовет отработал отлично. То есть глава постоянно держит руку на пульсе в свете всех налоговых изменений, всех изменений, то, что у нас микрофинансовая организация заработала. Мы плотно с этим главой постоянно, она выходила к нам на связь. Вот у меня такой молодой человек хочет тем-то заняться, другой молодой человек хочет тем-то. За полгода мы зарегистрировали в Канинском сельсовете, сейчас еще в стадии регистрации, 7 предпринимателей. Хотелось бы, чтобы другие главы сельских поселений тоже активизировались в этом направлении. Потому что даже если мы будем ездить постоянно туда в командировку, но это не будет того эффекта без именно содействия глав. Потому что кто, как не главы, знает своих жителей и их потенциал. Потенциал жителей руководители сельских поселений действительно знают и сами нередко становятся клиентами предпринимателей. Один из таких примеров – глава телевисочного сельсовета Александр Чурсанов. «Веселый молочник» – это проект у нас Григорьев Александр организовал. Вообще цель проекта – это направленное сельское хозяйство, в данном случае это молоко. То есть он участвовал в разыгрывании грантов, который осуществлялся комитетом по инвестициям округа. Грант он выиграл, закупил двух коров. К слову сказать, что молоко у него не остается, его разбирают, пользуются спросом. Я сам беру это молоко и дети у меня его пьют. Всего за этот год работы в Заполярном районе предпринимателями стали 31 человек. И это, по словам руководителей муниципалитетов, только начало. Сегодняшний день – лишь старт трехдневного семинара для глав муниципалитетов. Продолжение деловой программы станет Высший совет при губернаторе Ненецкого округа, где главы образований примут участие в заслушивании доклада Игоря Кошина об итогах уходящего года. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». С 2016 года учреждения здравоохранения и социальной политики переходят на одноканальное финансирование. Изменения связаны с новыми экономическими условиями, в которых необходимо оптимизировать расходы, не снижая качество услуг. Об этом шла речь на селекторном совещании Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты с окружными медучреждениями. На нем подвели итоги работы за 11 месяцев текущего года и наметили планы на год следующий. В новом году реорганизация ждет ФАПы Амдормы, Тельвиски, Бугрино и всех сельских амбулаторий. Их присоединяют к центральной районной поликлинике. При этом учреждения будут работать в системе обязательного медицинского страхования. Дом ребенка ожидает объединения с детским домом, который будет подразделяться на дошкольное и школьное отделения. Пустозерский дом-интернат, Ненецкая окружная больница и окружной топ-диспансер передадут организацию питания внешней организации. По словам Нины Эльси Мяшкиной, все изменения позволят снизить расходы и сохранить качество услуг. Не нужно бояться реорганизации. Сокращение медицинского персонала в реорганизуемых учреждениях сельских практически не происходит. Это как пример можно привести к диспансеру. Практически все медицинские работники, необходимые для оказания услуги, все остались работать. Повысить качество медицинских услуг позволит и устойчивая интернет-связь. Медицинские работники из отдаленных поселений отметили – отсутствие интернета мешает полноценному внедрению региональной медицинской информационной системы. Высокотехнологичная связь поможет и дальнейшему развитию телемедицины на территории округа. За 11 месяцев, во-первых, увеличилось число телемедицинских консультаций, в первую очередь, за счет консультирования с организацией делами округа. Речь идет в первую очередь о консультировании с медицинскими учреждениями города Архангельска и в меньшей степени с медицинскими учреждениями Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним нововведением станет обратная связь социального или медицинского учреждения с пациентом. Каждый житель округа сможет оценить качество услуг на сайте или в самом учреждении при заполнении анкеты. Валентина Чибич, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Чуть больше 7 миллионов рублей из федеральной казны поступили в бюджет Ненецкого округа. Средства будут распределены между некоммерческими организациями, которые сейчас принимают участие в региональном конкурсе грантов. Всего организаторами было рассмотрено 53 заявки. В среднем это на 20 больше, чем в предыдущие годы. Окончательные результаты конкурса подведут 14 декабря. Учитывая, что сумма гранта не может превышать 300 тысяч, поэтому уже сейчас можно смело сказать, что финансовую поддержку получат примерно 25 из 53 организаций некоммерческого сектора. На заседании администрации округа, где говорили об этом, подчеркнули. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране в целом, федеральный центр продолжает поддерживать так называемый третий сектор в регионах. Об этом сказал и президент Владимир Путин в послании федеральному собранию. В таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей, нужно больше доверять гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше бюрократизма в их работе. Будет запущена специальная программа президентских грантов для поддержки НКО, работающих в малых городах и селах. Тем НКО, которые зарекомендовали себя как безупречные партнеры государства, будет установлен правовой статус некоммерческой организации, исполнитель общественно полезных услуг, предоставлены ряд льгот и преференций. И, наконец, считаю правильным поэтапно направлять некоммерческим организациям до 10% средств региональных и муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджета. Добавлю, за последние три года социально ориентированные НКО активизировались, в том числе благодаря государственной политике и мерам поддержки. Таким образом, количество НКО в регионе выросло на 20%. Полицейские округа предложили запретить продажу алкоголя. Сухой закон на время продажу алкоголя могут приостановить в период убойной кампании. Операция «Тропам» полицейские и оленеводы вышли на борьбу с браконьерами. Ограничить продажу спиртных напитков на время убойной кампании. С такой инициативой к администрации региона обратился начальник УМВД по Ненецкому округу Олег Ильиних. По словам правоохранителей, в состоянии алкогольного опьянения все чаще совершается незаконная добыча и отстрел оленей на территории региона. Предложение вызвало неоднозначную реакцию. Инициативное письмо с просьбой запретить торговлю алкогольными напитками в период забоя в адрес администрации региона правоохранители направили еще в ноябре, но ответы не дождались. Забойная кампания уже в самом разгаре, скоро уже закончится, а мы еще не приняли решение. Напомню, администрация региона вправе устанавливать дополнительное ограничение времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу во время массовых мероприятий. Такие поправки законодатели приняли в июле этого года. На настоящий момент в нашей вине ответа на этот вопрос отрицательный, потому что это не разовое мероприятие, которое длится один день. Это мероприятие, которое началось у нас, условно говоря, в ноябре и заканчивается, может, в януре, а может, и в феврале. То есть мы должны понимать, что мы на Новый год ограничим торговлю алкоголем, но я думаю, что это негативные последствия будут намного больше. По словам Олега Белака, запрет на торговлю алкоголем может быть введен в течение одного дня, как это было, например, 13 сентября в единый день голосования. А в случае с забойной кампанией запрет будет действовать минимум в течение двух месяцев. Такие затяжные ограничения могут ударить по бизнесу и повлечь за собой распространение нелегального и суррогатного алкоголя. Ещё один проблемный вопрос, который волнует сегодня правоохранители региона – медицинское освидетельствование в населённых пунктах округа. В соответствии с требованиями закона, составляя протокол об административных правонарушениях, полицейские обязаны провести освидетельствование правонарушителя. Но таких возможностей на селе сегодня нет. Что касается освидетельства населения, к сожалению, мы это организовать в сельской местности не можем в связи с отсутствием и оборудования, и специалистов. Между тем, при рассмотрении административных дел именно акт медицинского освидетельствования является доказательством состояния опьянения человека. Данное требование в административном законодательстве было и раньше, но нам в ноябре поступило представление прокурора о том, что необходимо привести в соответствие привлечение к административной ответственности. На сегодняшний день стоит дилемма, как мы будем привлекать и вообще составлять данные материалы. Вопрос остался открытым пока. Администрация региона взяла его под особый контроль. Департамент устровоохранения, труда и социальной защиты населения поручено проанализировать проблему и найти решение. Ирина Цептова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В ходе убойной кампании полицейские и оленеводы проводят совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Тропа». Совместными усилиями они предупреждают и пресекают факты незаконного отстрела оленей. Также в населенных пунктах округа, где проходит убойная кампания, определены ответственные участковые и полномоченные полиции, закрепленные за административными участками. Тропа проводится ежегодно в целях профилактики и недопущения на территории округа фактов незаконной добычи и отстрела оленей. Мероприятие традиционно начинается в период убойной кампании. Во время перегона стад случаи посягательств наиболее вероятны. По данным окружной полиции, в прошлом году по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, которые нанесли ущерб из ПК «Канин». С начала убойной кампании 2015 года сигналов о незаконном отстреле животных от оленеводов не поступало. Далее о спорте. Они уже победили. В Наринмаре прошла масштабная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Лучше представят наш регион на всероссийском уровне. Сильные духом люди с ограниченными возможностями здоровья из Наринмара, искатели Тельвиски, Красного и Коткина в пятый раз собрались на традиционную спартакиаду для инвалидов. Она прошла в Большом зале спорткомплекса «Лидер». О тех, кто уже победил, Любовь Пермякова. В главном физкультурно-спортивном событии приняли участие более 70 спортсменов. Соревновались в пяти видах спорта. По трем паралимпийским видам – стрельба, настольный теннис и пауэрлифтинг. И двум видам спорта, не входящих в паралимпийскую программу. Это дартс и армспорт. Именно по армспорту и теннису в прошлом году победителем стал Валентин Тяросов. По словам Валентина Тяросова, в этом году соперники очень сильные. Желающих сразиться в спортивной борьбе с каждым годом становится больше. Сегодня у нас теннис, стрельба из пневматической винтовки, дартс, армспорт и пауэрлифтинг, жим, штанги, лёжа. У нас появился сейчас в команде новый человек, Родчев Алексей. Я, конечно, в шоке от этого. Он поднимает 170 килограмм. И я думаю, что в «Пара Крым» на следующий год мы просто будем лидировать. Чтобы стать лидерами на Всероссийском фестивале «Пара Крым-2016» у наших спортсменов есть все шансы. Игры, которые будут входить в спортивную программу соревнований, в этом году на средства гранта приобрела руководитель организации Надежда Ковалевская. Это вот надо попасть вот сюда, да? Да, это надо, значит, попадать сюда. А как называется? Это называется джакала. Здесь может играть и колясочник, и опорник. Ну, все могут играть. И пожилой человек. Даже у кого-то, если руки нет, он может левой рукой играть. А здесь что надо делать? Это значит, надо вот тихонечко, тихонечко, без коей-либо силы и без нажима. Очки тоже зарабатываешь вот так. Тихонечко. То есть, 7. Да, значит, 7 баллов, да? А если ты вот так сильно в борт стукнулась, все, это не считается. Да, можно попробовать. Вот, видите? Попала. Кстати, в сентябре этого года на Паракрыме наша команда завоевала бронзу. Результаты этой спартакиада станут известны в ближайшее время. Но, как отметили организаторы фестиваля, все участники уже победители. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин